всем привет начинаем новый блог смотрите с кем я уже всем известный популярный мега блогер в общем сегодня такой очередной жаркий день я приехала к лене да приехала я кстати к ней за подарками потому что у нас скоро будет грандиозный конкурс будут участвовать все девочки алена лена кристина моя мама ну и соответственно я будет такой большой конкурс где будет пять победителей вот так что обязательно не пропустите следите в общем то сейчас мы идем в парк надежда я еще ни разу не была но я видела ленан влог потом гуляла мне так понравилось если честно я вот решила с денькой а поздоровайтесь у нас тут такая лапка моя русь кстати у тебя вот между прочим сейчас мы тут разберемся у нас эти как полицейские нам не дают быстро ездить до них у тебя смотри маленькая девочка ты будешь снимать какие-то видео вот такие что-нибудь по уходу просят у тебя вообще девчонки пока еще не просили но если попросят думаю сниму что-нибудь там чем кормишь там да как вот развитие происходит все дела трудности с которыми ты сталкиваешь так что девочки поняли если кому-то интересно пока молодая мама все свежо в памяти потому что мне иногда бывает пишет я уже нихрена не помню если честно но зато когда будет 2 или 2 то я буду все подробно снимать я же не буду конечно же скрывать свою беременность я так думаю в 90 процентов и вы будете каждый день со мной проживать но пока молодые мамы если кто-то беременный кому-то нужно обязательно на канал леночки проходите я ссылку оставлю под видео и узнавайте спрашивайте а вообще они очень интересно много видео всяких по уходу всяких классных этих мастхэвов которые должны быть у каждого еще будет такие классные видео с лайфхаками девочки я сейчас их собираю это просто не реал которые реально изменят вашу жизнь изменили мою кстати говорят супер ждите лайфхаки обожаю особенно от подружек от своих я сама собираю долго уже но пока что опять лайфхаков нашла может ты мне один подкинешь нет ну что вот мы и пришли до первой лавочке потому что жара жутко невозможно вот и купили мороженое с леной водички а малышня есть у нас фрута няню такую давай крышечку маме кушай фрута няньку дынька вообще залез ко мне на руки и то ли ему очень жарко то ли что не пойму прям не хочет не кататься ничего в общем сидим в тенечке пришли в парк отдыхать а чё на мы сейчас на трещимся так что языки болеть пока не до кого дать я так ждала когда у меня денька начнет сам вот есть уже знаешь не передавливать он тоже поначалу если из этой штуки он ест но только момент что нажимает просто и все летит вот это вот из-за этого я бы одну чтобы он начинал понимать уже так он уже давно на самом деле пьет со стаканов пьет бутылок сам уже хотя я до сих пор могу ему молоко налить бутылку когда он бегает с этим молоком чтобы он не разливал я ему в бутылку налива еще ту детскую а вместо молока обычного я ему даю на анчо до сих пор сейчас кстати какой-то на новый появился для роста для сил короче но новый на пока даю вообще думала до трех лет давать там же после трех уже обычное молоко можно давать не знаю мне кажется на этот полон витаминов намного больше чем обычное молоко и почему бы мне не так не продолжать давать его на ночь например я даю молочкой не помогает маме смотрите рюкзак тяжелый таска очки у тебя свои собственные да а ты травку можешь щипать на щипа и тебе можно ты же кушать и не будешь я знаю точно смотрите как красиво мы дошли до какого красивого пруда все такой водопадик маленький ой он идет вот туда вот туда вот там вдали видите вот там вдали вообще надо туда дойти будет пойдем день пойдем водопад вот туда пошли давай ручку шагаем по траве давай давай беги мой зайчик смотрите вау водопад день глянь водопад красиво как ой там лягушка прыгнула неожиданно блин я бы прям искупалась бы щас здесь красиво мне кажется красиво розы ой еще близко к нему розу они так пахнут наверное красиво блин мы сейчас идем к фонтану лена сказал что фонтан тут есть красиво первый фонтан ты о нем говорил а йога смотри какой ди ручки помочь иди мочи ручки можно так ну что мы в тенечек складываем все наши вещи раздеваемся сейчас нам лена покажут пример мы разуемся тоже пойдем ноги мочи смотрите что мы придумали охладился играет такой фонтанчик милый на блокопольник убрать все мои хорошие короче такая жара нас жутко утомила все ваня пришел забрал лену и мы пойдем детей укладывать спать машинка уже машин все пока до встречи увидимся на конкурсе доброе утро мои хорошие сейчас немножечко плазила в настроечках камеры это сделала угол обзора немного поменьше там можно еще меньше делать но вот я когда буду монтировать видео я уже посмотрю у меня там три уровня один очень широкий угол обзора когда вы видите все вокруг потом средний вот сейчас будет средний угол обзора и еще меньше угол обзора там наверно 30 градусов это я сделаю тоже попозже в следующих кадрах все вот в этом влоге посмотрите и вы напишите мне пожалуйста в комментариях как лучше еще и прибавила сейчас света света или контраста я в общем чего-то сейчас добавила не поняла чего это я так смотрю уже сама по настройкам даже в инструкции не лазила еще в общем надо смотреть по что мне кажется какое-то красноватое лицо у меня все время здесь очень много настроек нужно настроить и будет все хорошо многие пишут что снимаю на старую камеру согласна пока что старая камера чуть выигрывает но только потому что я здесь думаю не выставила нормальные настройки здесь их просто вот так не выставишь что ты видишь себя да но я в будущем куплю себе экранчик будет буду смотреть и видеть так что сегодня сегодня тоже вас беру с собой сегодня у меня вообще большой день вчера вчера я не нет не брала камеру не снимала ничего я вам так в двух словах скажу что было вчера вчера был тяжелый день тем что все пошло не по плану я заметила что если что-то идет не по плану а я настроилась такая да меня это очень расстраивает особенно когда мои ожидания не оправдываются поэтому я стараюсь всегда ничего не ожидать я всегда стараюсь ну знаете например чё-то жду но как бы думаю что может и не получится если не получится ничего страшного то есть у меня с ожиданиями сразу в голове анти ожидания такие возникают чтобы себя успокоить потому что если что-то не так то я могу быть в бешенстве особенно если эти ожидания сильные и касаются чего-то чего-то такого что жду я очень долго годами можно сказать ну в общем на понедельник у меня я должна была отвезти денечку в садик и у меня были планы мне нужно было снять несколько видео мне нужно было их смонтировать то есть потому что сегодня сегодня на это практически нет времени но вчера я отвела деньку в садик прихожу домой через полчаса мне звонят говорят у него небольшая температура у него там остаточное осталось уже и в общем я его бегу хватаю везу к врачу везу идем к врачу врач говорит все хорошо все нормально это у него остаточные явления остались у него буквально там за день на полчасика там 20 минут поднялась температурой и сразу же уже сошла и потом ее не было надо было понаблюдать еще я что-то побежала и забрала его сразу и думаю ладно пусть со мной будет день уже не буду его возвращать понаблюдаю еще и конечно же с ним вместе я видео снимать не могу а это значит все планы пошли просто и видео надо снять и короче пока он там спал несколько раз просыпался из-за того что я говорю в общем я более-менее сняла для вас видео вопрос ответ тогда и сняла еще на следующий день видео прическу свою но это было очень сложно это было очень нервно на улице была жуткая жара мы никуда не выходили естественно малой сидит дома с ума сходят я уже и так и всякого развлекают у меня и у него уже крыша ехала дома плюс я когда стараюсь что-то делаю я не ем а если я голодная то это еще дополнительные нервы неавры 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 невры уже вот и плюс еще там я делаю как какие утро и плюс я еще делаю кое-какие дела и немножечко меня не радует перспектива ближайшие там вот несколько месяцев поэтому это меня еще более расстроило и короче я такая была вчера разбито и так далее утром сегодня я встала начинаем отвела малого в сад села за компьютер прочитала некоторые комментарии которые меня безумно безумно вдохновили это знаете когда не верят в меня когда не верят в меня и говорят что у меня что-то не получится и чего-то не будет мне хочется просто рвать и метать здесь чтобы показать всем обратно и как можно быстрее у меня прилив сил невероятны так что люди которые нас не верят и если вы чувствуете энергию эту внутреннюю да я всегда говорю спасибо за это ну и конечно же за те кто меня поддерживают всегда это люди просто глубокие умные которые видят у кого что в этой жизни вообще получится и как быстро спасибо вот все это меня вдохновляет поэтому сегодня я бодра весела и я уже забыла о том что было вчера вот это еще очень важный момент который нужно помнить что все не постоянно вчера у тебя плохо поэтому не нужно зацикливаться на плохом просто подождите немного вот следующий день и я уже вообще обо всем забыла все улетучилось все у меня есть время на самом деле сегодня у меня запись сегодня наконец-таки тот долгожданный день когда я сделала свои ногти и маникюр педикюр и сделаю ресницы у меня уже они все обсыпались я делаю себе сейчас процедуру на на азия сегодня последний день процедуры это десятая процедура я процедурой безумно этой довольна потому что я вижу результаты моя кожа прям освежилась ровный цвет лица стала более такая эластичная более блестящая в общем некоторые мимические морщинки даже исчезли но в общем смотрю на себя в зеркало и радуюсь сегодня у меня последняя процедура и после этой процедуры как раз ждала когда она пройдет быстрее быстрее на ресницы и маникюр педикюр потому что я все это делаю в шесть рук все одновременно тратим на это часа два где-то и я выхожу же при полном фарши так что сегодня у меня уход за лицом потом основные моменты я сделаю а через день у меня запись на татуаж бровей и я буду делать их более темнее то есть меня все устраивает но я буду делать более темнее все вам расскажу сегодня во влоге покажу где я делаю и чё и как вообще какие-то подробности расскажу поэтому оставайтесь со мной вы просите все время влог по длине и у меня по моему камера грязная простите мои хорошие немножко приляпаны были я вас протерла умыла с утра вот в общем беру вас с собой посмотрим какой влог получится все равно не хочу сильно затягивать максимум там 35 минут ну максимум 40 вы просите у меня влоги вообще по 40 по 50 минут я еще не люблю такие длинные делать потому что они долго выводятся долго монтируются то есть такой влог я могу монтировать и два и три часа и даже не следить за временем мне кажется я быстро делаю подняла голову уже три часа прошло и потом вывод еще идет часа три вот получается полдня на такой влог трачу в общем все сейчас я хочу до у меня в 14.30 нет у меня в час у меня в час первая запись в 12 нужно выходить сейчас девять утра у меня три часа три часа на то чтобы смонтировать видео на то чтобы снять одно-два видео да хочу снять некоторые видосы короче я побежала и потом уже короче вы со мной сегодня вы со мной ну что я смонтировала видео поставила на вывод время уже мне выходить недавно разбиралась свои вещи у меня их много разных вещей периодически я нахожу что-то новенькое и смотрите что я нашла я нашла сумочку поясную которую моя сестра мне сшила мне по моим запросам это ткань я покупала отдельно змейки сама покупала все это дело вот она мне такое пошила смотрите как она сюда классно вписывается сестричка одеваю не очень удобно в этом выходить когда здесь камера телефон вот вообще незаменимая вещь для меня кстати еще у меня появилась очень крутая цель которой мне нужно начинать экономить я уже на самом деле экономлю как неделю для меня это реально такой эксперименты даже вот ну какое-то испытание прикольно мне нравится когда я выхожу из дома и у меня задача как можно меньше денег потратить то есть только необходимые вещи брать мне вот интересно как я смогу с этим справиться и вот такой вот месяц я себе задала вообще до достижения своей мечты я должна так прожить несколько месяцев для того чтобы как можно быстрее прийти к своей мечте вот я решила что хватит рынка деньги направо налево реально покупаю кучу всего того чем не пользуюсь что в принципе не составляет необходимости и поэтому вот я вчера радовалась я из дома вышла точнее до вчера в магазин заходила этом 200 рублей потратила или 150 где-то позавчера я 50 рублей потратила выходила гулять при этом позавчера я только в магазин выходила купила необходимое хлеб там лук вот такое все чтобы готовить дома ну короче я прям радость прихожу маме такая говорю вот мам я такая молодец я ничего лишнего вообще не потратила так что сейчас я веду еще учет вот этот весь и думаю может быть вам отдельно потом видео тоже снять рассказать как я экономлю на что я трачу сколько получилось у меня в день тратить в общем посмотрим либо это где-то в влоге скажу либо если получится то сниму потом видосик наверное надо к своей цели сначала приди а потом рассказать как я к ней шла и вообще может быть я не получится так что ну чтобы вы знали вот такой сейчас идет и сейчас сейчас у меня даже если я пойду в солярий у меня абонемент который я давно покупала здрасте ну что сделали мне мою последнюю процедуру десятую, я безумно вообще довольна счастлива, мне очень нравится результат ну опять новости, блин сейчас мне звонят из садика, говорят, у нас воду отключили, представляете Деньку нужно забрать до 5 часов а у меня, ну никак не получится мою машину не эвакуировали у меня теперь фобия, ее эвакуировали недавно, и теперь я переживаю, потому что ставить некуда, и ставлю в такие сомнительные места короче, маме звоню говорю, мам, я не успею до 5 его забрать у меня сейчас ресницы, маникюр, педикюр и как бы ужина у них не будет сегодня, поэтому надо забрать мама, конечно, в шоке у нас эти дни такие какие-то ну ладно, хорошо, на завтра у меня видео есть я надеюсь, что завтра завтра я буду снимать другие видео, и Денька обязательно должен быть в садике так что сейчас мчу скорее в рука лицо, мой салончик любимый, приводить себя дальше в порядок, и сегодня буду идеально сейчас я в самом центре Ростова у меня еще 15 минут до начала моих процедур всех по красоте и я не могу не зайти в Старбакс он здесь рядом оставила машину на стоянке у меня как раз здесь недавно ее эвакуировали так что теперь только на платную стоянку и хорошо, что она возле салона рука лицо прям рядом и рядом Старбакс сейчас пойду возьму свой любимый кофе какую-нибудь плюшку вкусненькую посижу, поем и со спокойной душою лягу на стол красоты офигеть очередь мне бы не опоздать взяла в этот раз тост с индейкой ну и соответственно вот уже 30 минут и смотрите, у меня полный я вообще не могу так кофе быстро пить не знаю, что с ним будет через 2,5 часа у меня вот так он весь и останется заодно посмотрим надо в какое-то более-менее прохладное местечко его поставить чтобы когда я встала из-за стола я смогла его пить продолжать он не сильно растаял здрасте так, что мне хочется, я не знаю даже помнишь, какого рода, который тебе в школе нравилось так вот она, гимнастка, только что развелась и увеличила ждет тебя у нас смотрите крошки мои, смотрите я выбрала такой цвет, однотонный теперь у меня ручки, ножки смотрите на мои реснички, боже я выхожу в свет, как человек кстати, мой кофе поставили в холодильник и его как-будто только что сделали а кто у нас в гостях? в гостях у кого? да я не в гляжи да не в гляжи мама моя выручалочка пришла чтобы Денечку с садика забрать пока я тут реснички делаю смотри, как ты красотка человек Деня гулять, говорит мама, гуляйте все, идите погуляйте да блин, блин, ты только пришла гулять он не хотел домой заходить они в садике не гуляют? нет, по-моему да еберный театр да с ним же страшно ну ладно, мы пойдем на площадку где с ним не страшно гулять он просто сейчас в таком возрасте, где лазит везде и все и только глаз да глаз да не нужен ну ты, иди туда, блин, не страшно короче, я хотела сказать, что сегодня мне делали мастера все разные ресницы делали мастера, которые до этого не делали маникюр, педикюр делали другие мастера и я вам скажу, все замечательно все окей так что, по-моему, там набирают хороших мастеров всех в рука-лицо и можно смело идти к любому мастеру я теперь так и делаю как только свободное место появляется я говорю, мне любого мастера и еще я сделала себе новый изгиб у меня на глазах изгиб L как вам? мне нравится глаз более открыт немножечко лисичка такая появилась короче, экспериментирую, смотрю но пока мне нравится а это мы на площадку? нет, Дэнь, только не на площадку всегда, когда Дэнечка хочет на площадку а я не хочу выигрывают Дэня и мы на площадке а, ручку поцеловать? ой, что-то упало смотрите, как Дэнька у меня ездит за ним не успеть прям стоять, куда побежал аккуратно о, колеса а колеса светятся-то как давай, покажи класс как ты ездишь, покажи давай, показывай мы тебя поймали давай, мастер-класс куда побежал? а самокат? ну вот намку поесть иди садись давай, я тебя опустила ручку садись иди давай, я тебя догоняю аккуратно только держись в общем, у нас с Дэнечкой вечерний променад ветерок немножко хотя, вот там был ветер сейчас за домом больше здесь прям хорошо сейчас он не катается у меня нагуляется и будет крепко спать блин, насколько, вот я убеждаюсь насколько переменчиво состояние наше вчера плохо прям плохо я злилась рвала металла, блин на все, блин меня все раздражало сегодня стала другим человеком кайфую все получается лишний раз это говорит о том что никогда нельзя зацикливаться на своих эмоциях реально все настолько не постоянно ать тебе так что все приходит и уходит все временно поэтому нужно иногда проявить немного терпения и посмотреть что будет дальше вот так я об этом знала, да но сложно в момент когда у тебя эмоции жесткие и не реагировать никак так, сейчас я как раз это проверяю как в темноте тут снимают тут у нас вообще темно уже что-то очень рано потемнело все завтра у меня планы какие сегодня уже все сейчас мы с Денечкой погуляем поиграем шуршал далеко поиграем погуляем потом кушать спать купаться завтра в садик ну а я буду снимать видосы для вас никуда не собираюсь выходить давай ко мне ну-ка давай фух что-то я это придем купаться воды нету блин купаться у нас сегодня с утра лифт что-то не работал пешком пришлось ходить теперь вот воды нету хрен его знает когда ее дадут вообще так что купаться мы не будем сегодня салфетками оботремся вот ну сколько время начало девятого ну сейчас часик еще потусим посмотрим что-нибудь сейчас что-нибудь вкусненькое себе сделала у меня колбаски там остались еще может чаек наливали сок остался еще вот видео вам подготовлю на завтра выложу и будем укладываться спать надеюсь завтра будет такой же прекрасный день все будет получаться все будет замечательно вот вот скажите кстати как вам качество я сделала света побольше экспозиции и угол поменьше и по ну как бы насыщенность оставила ту же красок вот чтобы она не была такая сильно насыщенная что ж у меня красное лицо было я решила сделать экспозицию повыше так что смотрите говорите как вам а то что начали жаловаться на камеру вот сейчас мы ее доведем до ума и влоги будут прекрасные с прекрасной картинкой а на сегодня всем спокойной ночи всем доброго дня на самом деле я не могла не начать снимать сегодня влог тоже потому что у меня посмотрите какие красивые заколочки вообще посмотрите какой у меня красивый образ такой сегодня вот она я вот она я эти красивые заколочки это я хо-хо-хо я редко конечно вырежаюсь я вечно там знаете шорты напялила футболку напялила на голове что-нибудь и не крашусь а сегодня видите я накрашена потому что сегодня я снимала видео для вас разные сегодня я только приехала домой сейчас Денечку отвела в садик все хорошо на улице жара но слава богу не такое прям жуткое пекло чуть-чуть поменьше градусов уже спасибо природа тебе вот наснимала видосы вот такие новые заколочки у меня появились мне они так нравятся вообще я в них хожу просто кайфую под этим видео тоже оставлю на них ссылку на алиэкспресс заказывала вообще копейки стоят вообще и там есть разные там не только я взяла две вот такие вот разненькие да чтобы сочетать а вообще там есть куча разных сейчас съездила в другой конец города там кое-какие документы посмотрела готовы не готовы с хорошими новостями возвращаюсь очень голодная приехала домой нигде не останавливалась специально экономия должна быть экономной и я сейчас сварю себе пельмешки которые вам показывала уже где-то и блин сметану забыла купить но зато у меня есть майонез и съем их сейчас с майонезом а потом сяду монтировать вам видео прохожу сейчас один марафон и это только половина задания выполнена половина если все пройдет хорошо обязательно вам все расскажу на улице уже прохладно так приятно выкидывать мусор из своей квартире что-то старое чем-то уже не пользуешься аж облегчение какое-то сейчас иду за дынечкой сейчас заберу его они сейчас гуляют так что как раз и так погуляли часок где-то прям сразу домой пойдем потому что что-то прохладно или отделась очень легко а вот и наша карапузина марапузина привет скажи всем привет вот вредный мальчик привет кто помнит мою картину я ее покупала еще когда только въехала в ту свою старую квартиру и здесь такая картина мне очень нравится здесь девочка с мальчиком сейчас покажу вот в итоге как должно получиться девочка с мальчиком вот так вот целуется это я когда брала я подумала вот о нас с моим любимым ну такой символ нашей любви такой вот милый какой-то вот я все я никак не могу дорисовать сейчас что-то сижу уже все дела поделала ну с Денькой сложно что-либо делать сейчас буду рисовать и смотреть интерные патенты надеюсь мои краски еще не высохли так ну что закрасила все троечки здесь не знаю вам наверное не заметно что ты хочешь мясо что ли ну мясо мы не едим на ночь зай такой тема индейка мешаю с пюрешкой с гречечкой с макаронами очень любит так короче все мои краски практически засохли я налила туда водички которые мне завтра будут нужны надеюсь она чуть отмокнет ну вот эта краска вроде отмокла троечка всем доброе утро день следующий и сегодняшний день я начинаю с того что я реконструирую свой второй канал у меня был второй канал как вы помните ссылка под каждом видео связанная со стримами на твиче но дело в том что у меня совершенно на это не хватает времени и канал как бы он потихонечку растет и нужна там активность поэтому я решила открыть второй канал то есть этот регенерировать убрать оттуда стримы и то что с этим делом связано и решила сделать более детальный такой обзор на некоторые покупки потому что на своем основном канале я обычно ну допустим купила все да показываю делаю такой некий поверхностный тест обзор этих продуктов но есть то что я покупаю и то что я даже не покупаю потому что что-то может тестить долго да и в общем ну в общем показываю как-то в общем все и минимальный тест а на втором канале я решила что так как вы меня часто «просите» вот прям вот купи вот это вот «про-тест» купи вот это «про-тест» и я понимаю что для моего канала наверное для основного, да наверно это будет много такого всего Я решила немного это разделить. Вообще хорошо бы разделить, чтобы был канал влогово, например, да, был канал чисто обзоры какие-то детальные. Я бы еще открыла канал психологический, делилась бы своим взглядом. Я недавно посмотрела видео «Свою старая мать-одиночка». Я иногда пересматриваю свои видосы для того, чтобы, думаю, сейчас что-нибудь там, наверное, ляпнуло, ну, что у меня уже изменился взгляд, да, там в течение трех-пяти лет. Нет, это может быть, мы растем, развиваемся, взгляд меняется. И думаю, может, там я чуть поправлю. Нифига, прям смотрю и где-то смеюсь, прям молодец вот здесь, да, смешно сказала, линию протянула всю, все правильно говорю. Прям под каждым словом подписываюсь. Иногда психологические видео я пересматриваю, потому что часто, когда мне девочки задают какие-то вопросы, я их отсылаю к этим видео, потому что вот сижу, представляете, да, 20-30 минут, я разгоняю тему, стараюсь залезть в нее так глубоко, чтобы человек понял, насколько все просто, или насколько все серьезно, или насколько все можно кардинально изменить, насколько все относительно, вот. Ну, в общем, такое, да. В общем, переименовываю канал, переделываю его, ссылка на видео остается то же самое, зайдите, посмотрите, там уже более трех тысяч подписчиков, я вам обещала конкурс, обязательно на этом канале будет конкурс, я разыграю какие-то бьюти-штучки, канал будет называться Shopping Life, то есть это вот прям канал для девочек, прям пишите в комментариях там под видео, что бы вы хотели, чтобы я протестила, прям вот прежде чем купить, я вам все это покажу, расскажу, расскажу свое мнение, все очень подробно, и вот такие будут у нас видео на этом канале. Я думаю, что оно будет очень полезным, интересным и сэкономит вам деньги, поэтому обязательно подписывайтесь на мой новый регенерирующий канал, я уже готовлю вам некоторые видео, которые хочу показать именно там, вот, и добро пожаловать на канал Shopping Life. И сейчас что, у меня сегодня, кстати, будет татуаж бровей, на сегодня я, наверное, влог тогда и закончу, поеду уже к своему мастеру и закончу влог на этом. Сейчас я проснулась, пью, естественно, кофе, сейчас чуть-чуть, может быть, дорисую свою картину, смонтирую какое-то видео на следующий день, а, встречусь еще с кое-кем, мне надо встретиться там по старой квартире, решить вопрос, и поеду к своему мастеру по бровям. Что я собираюсь делать с бровями? Я хочу их затемнить, вот, это будет отдельное видео на моем основном канале, именно татуаж бровей, коррекция, посмотрим вообще, что изменилось, что мастер скажет, как она потемнее сделает, видит ли она что-то потемнее, в общем, какие-то советы, губы заодно посмотрят, но губы, мне кажется, у меня идеальны, татуаж губ делала, она же мне, вот, в общем, я перевожу себя в человека, вообще, честно говоря, рада, сейчас мне сделают, затемнят бровки, я прям буду с темными ходить и радоваться, радоваться, что-то светлые, светлые, а они, кстати, у меня брови, на самом деле, больше года, и они прекрасно выглядят, мы с Леной недавно встретились, она смотрит на мои брови и говорит, и что, я не пойму, татуаж собралась делать, коррекцию, я говорю, да, она говорит, с ними же все нормально, я говорю, просто потемнее хочу, ну, то есть, я изначально боялась, да, делала посветлее, хотела сделать такие воздушненькие, хочу сейчас немножечко их сделать потяжелее, вот, чтобы они не были уж сильно такие воздушные, но они будут воздушные, но будут потемнее, вот, это уже увидите потом в ролике. Все, всем доброе утро, хорошего дня, просыпаемся, творим. Ну что, мои хорошие, выбегаю, как всегда, в последний момент, уже 20 минут третьего, в три я должна быть на татуаже бровей, еще мне нужно встретиться с девочкой, с одной, не успеваем уже, она еще в другом конце города, короче, сейчас я поеду на свою старую квартиру, сделаю там дела, которые надо, все, и поеду сразу на северный к своей, к своему мастеру. А смотрите, как я одета сегодня, я решила, наконец-таки, решила, наконец-таки, одеть свой костюм, обновить его, вообще, я его покупала в, ой, как магазин называется, забыла, блин, ну, там прикольные всякие вещички женские продаются, но этот костюм, он был в отделе, он был в отделе нижнего белья, как бы такой домашний костюм, но мне он очень нравится, потому что он достаточно плотный такой, и он такой черный, и минимум окантовочки всякой, сейчас очень модно ходить в каких-то таких, знаете, кофточки, типа домашние, а-ля домашние или не домашние, не поймешь, платья такие же, да, и я подумала, что этот костюм вообще нифига не домашний, я его поношу так вот, на выход, когда уже надоест, тогда буду дома таскать, но на самом деле для домашнего у него ткань немножко другая, я люблю вот дома носить хлопок, а вот такое что-то как раз на улицу можно носить, как они под шлепки мои подходят, идеально, и так, так что очки, и все, и я при параде, наверное, с вами буду прощаться, потом... А что гудишь ты? Почему гудит? Гудит моя машина, не могу понять, в чем дело. Короче, ладно, будем разбираться, я просто думаю, что сегодня я уже ничего снимать не буду во влог, и, наверное, этот влог можно уже закончить, уже татуаж бровей, увидите в следующем влоге, возможно, он уже немножечко подсмоется, вот, а результаты все там до и после, как вообще рекомендации, всякие там советы мастера моего, это уже в отдельном видео, до и после увидите. Все, мои хорошие, я вас люблю, я с вами прощаюсь, до следующего видео, пока-пока! Подписывайтесь на новый канал! Субтитры сделал DimaTorzok